Продолжаем рисовать шпаргалки, живописные шпаргалки на серию мастер-классов «Рождественские истории». Следующая шпаргалка – это «Рождественская история», посвященная девочке, которая бежит сквозь зиму. Называется «Научи меня быть свободной» – однофигурная композиция. В зимние рождественские вечера случаются множество чудесных историй. Словно вместе с Виктором снежинок к вам медленно подступают и реализуются заветные мечты. Нам кажется, что такого никогда не случится. Но вот будущее приоткрыло дверь, и вы оказались в огромном и независимом пространстве под названием «Жены». Нам предстоит исполнить маслом на холсте однофигурную композицию, где девочка-подросток убегает от зимней стужи и освещает себе путь старинным фонарем. При этом она обогревает птичку, сбившуюся с пути. Вот наша Александра с натуры сделанная, и мы ее возьмем за главную героиню нашей картины. А вот этот пейзаж Владимира из Владимира Протоломна «Соборка зимой», мы его примерно цветовой штамп перенесем на этот маленький холстик. 18 на 24. И давайте начнем. Повторяю, нам надо сделать просто цветовой и тональный набросок. Цветовой и тональный набросок. Сейчас будем действовать. Приспособим здесь вот так фигурку. Помните, да, что нам надо печатать всегда две. Две таких фигурки. Одну для того, чтобы передавить. А вторую, чтобы она позировала для рисования. Так, ну что, вот. Накидаем с вами давайте араратика. С ультрамаринчиком. Сейчас возьмем. Ультрамарин. Это нам на небо надо накидать. Чисточка колонковой. И накидываем. Давайте немножко берем сначала, для того, чтобы сильно черное не было. Желкость. Сейчас давайте из них иногда примерить, где будет наша героиня. Для этого возьмите карандаш простой. И давайте эту Сашу примерно, где она должна быть. Вот так передавим. Секундочку. Ножка, чтобы поместилась. Рученька, чтобы поместилась одна. Вторая. Вот она нога. Сейчас тут не криво ли стоит. Нога. Рука одна есть. Вторая будет чуть-чуть правее. Ну вот так. И сделаем Такой адрес небольшой. Ее фигурки. Секундочку. Секундочку. все спокойненько все остальное будем с вами подумаем где снежок дать я думаю что вот здесь дадим снежок вот здесь дадим берется и вот этот вот старинный дом там дадим сзади дом русского у нас там дирекция вот здесь дадим фонарь хороший черный такой летучий фонарь а вот здесь посадим не кучку маленькую да что она ее собирает и спасает сама бежит можно сделать что она и на коньках бежит а вот здесь дадим в небо вот теперь мы знаем здесь немножко этот дом да вот так продолжим вот он поэтому надо чуть чуть может выше дадим несколько слоев можно фонтан маленькую снежную бабу можно здесь немножко деревец да вот теперь у нас есть возможность накидывать цветовую гамму но сначала вот освещенность у нас у саши идет справа и сверху сразу нарисуем вот откуда свет идет и и сама фигурка девочки кстати фигурку девочки я думаю мы оденем вот такую одежду как наша девочка на нашей же работе на архитектурной в таком изумрудном цвете изумрудного цвета платье да и может быть с партушком и вот она выскочила из дома и сквозь пургу бежит в этом платьице я думаю здесь поставим девочка будем продолжать про нее рассказать белка здесь снежка побольше надо взять не сделать что снежок и на палитру на палитру вот я вот Светлой тоже надо будет где-то поискать. Сейчас повесим. Кубальки зеленые, темные у нас, к сожалению. Ну ничего, мы с темным тоже не будем обращаться. И охру. Светные зеленые начинали. Намешиваем. Для неба. Давайте намешиваем для неба. Кобальт фиолетовый, ультрамарин, арара. Чуть-чуть берега, чтобы мы видели, какого цвета небо будет. О, хорошее такое зимнее. Зимнее небо. Можно этот цвет еще. Зимнее. Ультрамаринчик по краям. И вытягивались немножко. Дадим этот цвет. И вот сюда. У меня снежок. У меня снежок. Теперь давайте кубальт зеленый, да, для этого дома нашего. Дом. Кубальт зеленый. Немножко охра с светлым. И вот сам вот этот вот красивый зеленый дом. Можем арарак, марс. Чуть-чуть, чуть-чуть дадим. Рядом с фигуркой девочки потемнее немного. Нужно марс. Кубальт фиолетовый. И вот давайте помарь. И вот давайте помарь. Сейчас еще две секунды. Охра светлая. Блило. Давайте лицо. Девочки. Руки. Наденем ей, конечно, платьица с длинным рукавом. Ну, ножки, можно, да. Чукулька-угодка. Вот тут чулочка. Ботинки ей сделаем. А ботинки Марс, да. Вот они. Марс. Так. Чтобы ей еще такую птичку потом нарисуем. Вот на голову какую-то как косынку, что ли. Или головной убор такой интересный. Сейчас дадим. И что еще хочу? Хочу изумрудку взять. Все, две секунды. Она всегда прячется. Мы ее вырезкиваем. Вот она. Изумрудку. Платьица сделаем. Изумрудку. Так. Рядом. Ну, и берем изумрудочка цвет платьицы. Смотрите, какой хороший брейгельский цвет. Пилетничек там сделаем, да, ей такой. Изумрудка аромат потемнее сделаем. Цвет платьицы. И действуем. Снег. Берелка. Снег надо будет нарисовать. Здесь хочется где-то еще английскую красную. Давайте сделаем. Берелка. Берелка. Берелка красный. Марс. Сделаем таких парочек мазочков английской красной. Берелка. Зданица. Вот это внутри зданица по цвету чуть-чуть потеплели. Дереться потеплели немного. Белила охра светлая. На переднем плане дадим марс обольт фиолетовый. На переднем плане снежка немного такого. Все падает. Продолжение следует. Теперь кистью давайте это все будет немножко охра золотистой где-то, где-то потеплее. Допустим на ножках вот здесь можно потеплее дать, да, какие-то угодочки. И на лице нарученько потеплее. Небо, небо. Ну, небо. Кобальт фиолетовый Белила еще можно. Все-таки такая зимка не полностью ночь, а такой ранний закат солнца. Ну, поэтому... Сумерки. Ох, теперь хорошо. И, смотрите, думайте. Легко и просто делаем небо. Уголком кисти. Уголком кисти. Уголком кисти. Маленький холстик. Мы не привыкли к ним маленькими холстами делаем. Иногда что-то случается в первый раз. Немножко это небо испускаем и на территорию пейзажа. Главное сильно не затереть вот эти мозочки. Они такие фешенские, хорошие. Ох. И теперь уже землица с заснеженными пространствами. Чисто белый цвет никогда не использую. Такого цвета не до живописи. Но помогаем белилами немножко красочку сделать нежнее, чем она есть. Так, в кипике. Ох, хорошо. Есть такое дело. А теперь саму фигурку девичью. Вот так расплавим. Рукавчики мы сделаем при четверти. Вот она у нас, да? Девочка. Вот сделаем ее капочки при четверти. И вот такое платье хорошее. Пусть мы вот так поставим. Чем она нам поделаем. И... Платица. Можно пышнее немного сделать. Платица. Вот она держала цветовой. Вот такой. Вот это мы сделаем, когда платица. Платица мы сделаем, когда ножки. И проследим тяжелой ботинкой. Да? Она же выскочила на снег. А потом платица сверху этих ботиночек мы проследим. Так. Пока по цвету. Мне вроде нормально. Но хочется чуть-чуть. Давайте теплоты где-то. Давайте мы здесь на доме, который там сзади. Такой, как... Откуда же она бежала? Там дворец. И девочка убежала из такого дома дворянского. Так. Есть такое дело. И следующее действие, которое мы делаем, это... Газетка опять. Газетка опять. Да? Принесешь имбирь. А то... Горно пересохло. Так. Мы с вами вот маленьким кулечком... Мы завариваем с волочкой имбирь, лимон, куркума, мед. Вот такой напиток. И он дает силу, да? Почти кофейный, даже лучше. Он дает иммунитет. Хороший для такой, для декабрьских холодных дней и вечеров. И этот напиток не действует как кофе, а действует как иммуномодулятор. И, смотрите, мы сильно не мучаем красочкой. Чуть-чуть в разные стороны. Пусть будет такая фешинская, фешинская месива. Очень люблю кулак фешина. Это наш учитель. По большому счету, да? Из серебряного отделка это учитель. Немножко берем. Сейчас секундочку. У меня потемнее есть. Голландский принцип мы соблюдаем, да? И... Сюда есть подножки тоже. Похолоднее. Подающие теньки. Есть такое дело. А теперь лезвиком. А музыку нашу. Включаем, которая нам нужна всегда. И действуем. Давайте. Прижмем немного-немного к мраморным венциалам. Не чтобы собрать краску, а чтобы ее прижать к холсту. Поэтому не торопясь. Вот снежок уже сразу будет готов. Прижмем немного-немного кольца. Прижмем. Затем. Угнили. И... Можно вот так в сторону прижать красочкой. Вот эти шпаргалочки, если на них подольше обратить внимание, мы потом можем сделать хорошие маленькие подарочные картины. И все, осталось нам хорошее действие сделать, это передавить рисунок на ручечка, где та, которой я передавливала. Нет, ее нету здесь. Такая, вот она, очень хорошо передавливает. Мы нашли такую вот синенькую грифель выдавливается. Вот стоит в стакане, в стакане. Вот она на тебя смотрит, я ее вижу. Вот она, спасибо. Вот такая ручечка, в которой тоненький грифель выдавливается. Ей очень тоненько передавливать надо. Поэтому давайте. Передавим. Девочку. Так, передавим девочку. И ровненько поставим ее. Смотрим, рученька помещается. Голова помещается. Нога помещается вроде бы, да? И смотрим, чтобы оно было параллельно. Чтобы она бежала. Вот это надо было так нарисовать. Видите, Саша так позировала. Ножку на стул она поставила. Нам надо было ее сделать конькобежной. Конькобежной девочкой. Так, и спокойненько пошли передавочка. В частности, другие очочки. Более сильные полцы. Так. Все кусочки головного убора и светотени передавали. Себе говорили сначала головной убор. Так. Вот он. Здесь вот какая-то ознобка. Какая сценка, что ли. А, это бомбончик. Видите? Бомбончик на такой шапочке орликинской. Очень хорошо. Теперь лицо. Паденный носик. Вот он. Паденный носик. Падающая тенька. Ротик. Родочек. Лицевой угол. Все. Теперь шеечка пошла. Видите? К шее основной наклон. Здесь еще заметно, что человек в движении у нас есть с вами. Это очень даже красиво. Так. Вот такой, как воротничок. И вот по шее сделаем из этой фокточки платье. Да. Давайте пойдем одну руку сначала. Падать, стоять. И вот постарайтесь. Саму кисть руки и вот большой палец. Видите? А на нем она птичку посадим. Ну, может быть и вот здесь птичку посадим. Посмотрим. Давайте с длинным рукавом все-таки сделаем ей. Да. Платьеце. Потому что зима. Все-таки холодно. Рисуйте все овалы. Все, что идет в подсказку. Торс. Падающую тень. Грудь. Видите, какие здесь пола уйдут на корсетке. Возможно, здесь корсетки сделаем. Торсик. Территория талии. Вот до талии добрались. Теперь пойдем вот куда. Давайте вот здесь тоже пойдем. Кусочек этого покрывала, которое сзади. Накрывает ее от стужи. И пошли дальше рукавчик. Этот рукавчик немножко задрался. Макжет. И вот он. Вот он. Шел, да? Не забудьте. И давайте рученька вот здесь хорошо у Саши есть. Тоже пальчик один. Пальчик второй. Захват есть. И дальше повесим. Давайте повесим такую летучую мышь. Знаем, как этот фонарь рисуется. Вот он. Мы сейчас его принесем. У нас есть такие фонари. Вот он, да? Летучая мышь. Там свечечка внутри фонаря идет. Можно какую-то другую форму фонарь придумать. Ну, посмотрим. Пока пусть такой будет формы. Вот мы добрались до талии. Теперь таз. Давайте бедок. У Саши немножко здесь тяжеловатые ножки, потому что она была в таких штанишках. А мы сейчас посмотрим. У нас же все-таки в платье будет девушка. Вот эта падающая тень, она красивая. Давайте сначала сделаем верхушечку ног. Это у нас будут бедра. А теперь смотрите, будьте внимательны. Нижнюю часть ног, это лодыжки. Уменьшаем. Утончаем немножко. Она будет у нас в чулочках. Петра есть. А лодыжечку уменьшаем чуть-чуть. Так. А вот ботинки, ботинки пусть будут большие. Может, она не свои ботинки схватила, а брата, допустим. Какие-то растоптанные кожаные ботинки, которые... Вот. Тоже их можно нарисовать. Вот они. Шнуровочка. И второй ботиночек. Сейчас, подождите, давайте сначала. Икра, лодыжечка чуть-чуть хуже. Так. И здесь тоже самое. Давайте чуть-чуть хуже ножка. Девичья ножка. Девичья. Так. И ботиночек. Большой, конечно. Но не такой сильно большой, как здесь. Плохо той. Давайте чуть-чуть уменьшим его. Ну, такие, знаете, шнуровка. Развязанно. Девчонка. Типа без спроса убежала из дома. Вот. И научи меня быть свободной. Она говорит этой птичке. Потом мы вот здесь посадим. Давайте сразу посадим птичку. На руку, да, наверное, посадим. Маленькую птичку сделаем. Вот так. И вот так. И клювик. И вот пусть она будет даже еле заметна, эта птичка. Лапки. Вот она. Но девочка ей говорит, научи меня быть свободной. И вот там даже есть на фоне чего она бежит, да, там на фоне дома. Ну что, вроде бы все, да, продавили. Юбку ей потом нарисуем. А может быть и дадим ей вот такие, как штанишки, как Бриджит, и что ли. Посмотри. Учится все-таки юбки сделать. Ну как юбка должна идти? Давайте подумаем. Ну, если она бежит так. И как-то вот так, да, куполообразно. Посмотрим потом. Ну что, поднимаем. Видишь, третий – это рисунок Владимира Ильичева. Да, мы в этот раз взяли не только мою юбиленку, но и Владимира. Рисунки более конструктивные и более, так сказать, мужские и анатомические. И вот смотрите, куда пошел весь наш красочный слой. Но не жалеем. Не жалеем. Можно даже свернуть, чтобы он нам в нос. Нет, это заместило. Вот подготовка есть. И сейчас быстренько-быстренько протираем свет. Давайте носочек возьмем чистый. Протираем свет. прошкрябываем немножко и делаем немножко послужных мазочек. Так, ну что, давайте носочек. Носочки на пол не уложим, ничем не запыляться. Давайте вот так поставим. И вперед, сверху, справа на сверху. Вот наша Александра. Так, как это были. Сейчас стюнечко. Александра, где он здесь нам позирует? О, это мне, конечно, Александра. Что сделает нам? Хорошо. Надо кнопочками все штуки. Дальше секунды. Моточки, кнопочки. Дальше. 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 Орочка, мне нужны две кнопки. Нету здесь. Такими-то мазочками делаем. Ругленьким. Все. Протираем. Так, спасибо. Две кнопки, две мне нужны. Вот одной хватит. Не хватит. Видите, она одной кнопки не хватает. Она убегает. Нашла еще одну кнопку. Вот здесь вторая кнопка нужна, понимаете? Иначе она криво висит и не позирует. О. Так. И куда попадаем в свет, протираем. Протираем. О, я изменила наклон здесь. Видно? Так. И вот. Вот сюда сверх попадет. Видите? Держим. Придерживаем хвостик. Будет прыгать. И сразу какой-то цвет. Изумрудочку разбейли, даем. Вот он. Вот такой. И протираем этим цветом. Платицы. Посмотрим, где есть фартушек, да? Давайте рукавчики тоже поперек. Поперек. Вот здесь вот птичку посадили. Давайте вот рученько ее. Птичка. Научили мне быть свободной. И птичка как бы имеет прикрытие. А сама девочка учится у птички убежать из дома. Быть свободной. Сквозь кругу. Так. Вот рученько, смотрите. Очень напряженная, потому что она держит тяжелый фонарь. Смотрите, надо оху золотистой все-таки дать на эту рученьку. Вот она. О! И вот она держит фонарь. А фонарь давайте дадим каким-то тяжелым цветом, типа марсобальт фиолетовый. Давайте накидаем его. Потом лезвий к нему протрем стекляшечки там. Так, вот что у нас здесь происходит? Нам надо вот здесь что-то сделать с этим домом. Да, откуда она там рванула? Да, мы его и вот здесь немножко. Это, наверное, мы будем учиться у Ологи. Делать архитектуру сзади. Как на сцене задник бывает, да? То же самое у нас архитектура там подрезали. Хорошенькая, на которую спустился темный цвет неба. И теперь смотрим на Володьеву работу, где будет снег начинаться. Я думаю, что где-то вот здесь будет снег начинаться. Деверца. Там будет архитектура тоже. Значит, тогда Марс. Вон там как тихо-тихо-тихо. Такой, знаете, дом старинный. С балясинами, с такими тяжелыми дверями. И пошли дальше. Вот у нее опять свет на животе. Я думаю, что мы здесь сделаем папушек. И вот сюда тоже папушек запустим. А сами тенюшку этого платьица зеленого. Тенюшку платьица. Изумрудочка. И приземляем здесь, приземляем здесь дом. Давайте мы его приземлим. Так это серьезненько. Вот так приземлим. Марс. Кобальт фиолетовый. Марс. Земля там типа ступенечки есть. Посмотрим, может, чуть-чуть меньше. Нет, хорошо. Потому что нам здесь еще дверца надо сделать. Здесь немножко еще зимка идет. Вот синие такие сумерки. И мы эти синие сумерки потом перебьем такими дирекциями в снегу. Так, а теперь быстренько протираем ножки. Вот они. Давайте вот коленочка. Так, мы обязательно сделаем ей губочку. Обязательно. Широкую какую-то, да, какую платьицу сделаем ей. Девочка. Так, чулочки такие. Теплые. Давайте теплые сделаем. Ох, розолотистая. Кобальт зеленый. Вот они, чулочки. Ботинки есть. Вот здесь вот. Убираем вот этот мазочек. Не можем. Хотя падающие тени, конечно, сделаем позже чуть-чуть. Давайте вторую ножку быстренько, в которой она типа убегает. Это опорная нога, а это вперед смотрящая нога. А на ней убегают коленочка, икра. И вот наш ботиночек. Приближаемся к ботиночек. Марсик. Вот такой, вы знаете, тяжеленький кожаный ботиночек. Мы его потом шкребнем, и вы сразу поймете, что он нам необходим для того, чтобы рассказать историю. Может быть, шнурки пусть будут развязаны. Так, вот здесь вот все-таки будет снежная такая хрустовынка. Хорошо. Вот тоже здесь ботиночек, да? Передавленный. И он идет. Сейчас вам покажу. Вот здесь он в снежок вступил, а вот здесь он, смотрите, смотрит на нас. Модочка ботинка смотрит на нас. И там падающую тень мы потом сделаем. Падающая тень на снегу – это ультрамарин. Марс чуть-чуть белее, вот, да, вон она там, падающая тень на снегу. Можно и вот девочке сделать падающую тень, да, вот так вот. Типа вот так. Вот. Так, здесь немножко пах. И вот у нас и получилась такая вот девочка. Давайте немножко сейчас разольем тему снежного неба. Знаете, на куберт фиолетовый. Дайте чуть-чуть куберт фиолетовый ультрамаринчик. Чтобы оно не было летнее, а чтобы оно было такое, вы знаете, цвета нет, а тон есть. Давайте куберт фиолетовый ультрамарин. Такое все знают, когда небо является не цветом, но тоном, да, во время предчувствия снежной гори, да, во такое время. Так, и вот немножко этот цвет и надобно этот, который фоном является. И потом продолжим. Так, и вот так. Продолжим. Давайте вот так поставим, потому что мы будем нажимать сейчас лезвием. Помним, да, свет, вот стрелочка сверху и справа. И пошли. Вот у нее такой колпачок, смотрите, да, который заканчивается бомбончиком. То есть она спокойно справляла Рождество у себя дома, пока не решила выскользнуть из-под опеки родителей, бабушек, дедушек и побежать куда-то на улицу, справлять Рождество, допустим, с снежной бабой, со своей птичкой, которую она спасает от холода. И вот ее такая рождественская шапочка. Мы пока ее сделаем, раскрябаем архитектурным образом. У нас же и архитектурка здесь есть. Вон там домик. Вот она. И смотрите, вот сюда еще идет такой, как балдахенчик сзади накинутый. Посмотрим, какого цвета мы дадим. Ну, какого-то светленького. Так. И давайте мы сразу, сразу лицо... Глазные впадины я сейчас быстренько тоненькой кисточкой... Секундочку. Глазные впадины. Вот это бровка, да, я так понимаю. Так. Я чуть-чуть сделаю сначала намек на головные впадины, потом будем глазки рисовать позже. Щечки. Носик падающая тень от носика. И вот он, этот бомбончик вот здесь свисает. И вот эта шапочка идет. Так. Вот здесь падающая тень от шапочки. Это все кобальт-фиолетовый арарат. Такая нейтральная красочка. Так. А вот здесь, я думаю, надо подспустить немного. У нас нету такого высокого головного убора. Нету. Она никакая не царевна, никакая не принцесса. Она просто обычная девочка, которая решила прогуляться в зимний вечерок. Так. И вот носик. Сразу надо шкребануть. Бровка, надбровная дуга. И давайте сразу носик. Вот он, да, так. Мы ее видим снизу и справа. Это лицо видим. И вот еще что. С той стороны тоже идет такая накидочка на голову, которая спускается к плечам. И вот ротик. Мы потом маленькой кисточкой. Хорошо? Сейчас пока носик, лицо. Есть. Можем чуть-чуть ниже натянуть на лоб вот этот колпачок, головной убор. Есть. Надо же показать, что шкодная девчонка. Так. И пошли дальше. Вот скулочка. Мы сейчас туда дадим... Давайте сразу дадим. Кадми красный. Лимонка. Такой румянчик. Сразу дадим, оживим ей лицо. Немножко. Сейчас. Чуть оживили лицо, что она бежит. Носик. Ротик. И она как вверх чуть-чуть смотрит, да? Вот так вот она бежит куда-то за метелью. Надо подросточка. Девочка подросточек. Поэтому... Кожа такая хорошая. Так. Вот даже на маленькой работе надо делать портрет. Хороший портрет. И, конечно, она улыбается, да? Рождественское настроение. У нее радость, что птичка ее учит быть свободной. Бежала. А кто у нас в детстве не убегал из дома хоть раз? Все по чуть-чуть пробовали. Да, родители на изгиб. Так. Вот шеечка. Давайте сразу. Посмотрите, как шея, да, идет. И давайте сразу же собственную на шеечке вот охра. И вот она, да? Здесь шея играет огромную роль в повороте лица. И вот это пошла ее накидочка. Вон она пошла. Похоже, как типа невесты на... Да, но все-таки мы сделаем, что она... Это накидочка. Ну, как зимняя одеждочка для головы. Акцент вот на этот бомбончик все-таки. Так. И, смотрите, шеечку чуть намекнули. А теперь очень важно вот этот воротничок. Давайте сделаем, как у девочек, из двух половинок воротничок. Раз. 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 Очень хорошо даже на маленькой работке делать. И одеждочку, и аксессуарчики. Да, вот, смотрите, вот еще один воротничочек такой. Носик, носик, куличка носика надо сделать. Чуть-чуть красноватый от морозца. Пошли дальше, да, вот. Вот что мы ее оденем. Дайте я близко посмотрю эту девочку. Вот он тоже с белым воротничком. И с таким... Ах, не знаю, будем ли мы одевать ей такой передничек, как у Алисы в «Стране чудес». Может быть, не очень. Потому что... Потому что надо что-то зимненькое предусмотреть. Может, застежечку лучше у платьица делать. Типа это такой кафтанчик, знаете. С надувными рукавчиками. И вот грудь... Шкребанем немного. Вот, она должна в движении быть. Давайте сначала пойдем в световую руку. Вот, смотрите, раз. Вот световая рученька пошла. Вот локоток. И давайте, вот рука идет. Ну, давайте сначала вот пойдет в нее... Рукавчик... Ой-ой-ой-ой-ой, какая-то... Сейчас мне надо немножко персонифицировать девочку, чтобы это была... Не какая-то невеста получилась у нас. Сбежавшая. Нет, нам надо другой образ сделать. Ага, набежавшую невесту нам не надо делать. Поубираю-ка я эту фатуу, с вашего позволения. А что-то мы ей придумаем. Может быть, хвостики или... Да, скорее всего, надо два хвоста сделать. Знаете, какие? Давайте попробуем... Волосики сделать. Марс в разделе. Сейчас, секундочку. Так. Сейчас, секундочку, секундочку. И... Какие-то два хвостика сделать ей. Типа, растрепались волосы под этой шапочкой. Потому что, если мы будем это делать, так сказать, покрытие для шапочки, ассоциация как будто бы невесты на... Вот так. Мы сделаем лучше хвостики ей. И вот так. И в эту сторону хвостик. Выбился так. Две, как типа косички, что ли, заплетённые в разных направлениях. Лучше так. Правда же? Потому что очень важна ассоциация с возрастом, с ситуацией. Здесь тоже нехорошо получилось с этой стороны. Сейчас мы обозначим всё-таки этот головной уборчик у неё. Вот он. Всё. Вот теперь всё понятно. Смотри. Такой колпачок рождественский. Ох. А теперь надо убрать жёсткий макияж, который как взрослит её. а нам надо девочку сделать. Русский макияж убираем. О! Сейчас уже хорошо. Скулочку. Побольше чуть-чуть. Хохочет. Можно сделать хохочет. Так. Хочу сразу сделать собственную и падающую. Так. Так-так-так-так-так. Пустыненький подбородочек. Давайте пусть хохочет. Как не красный охра. Вот так улыбается пусть. Так. Носик не надо такой длинный делать. Сейчас мы его укоротим немного. Скулочка. Как важно всё-таки образ. Вот они румянчики наши. Так. Носик покороче чуть-чуть. И видны нозвички, да? Так. Шконная. Бородочек. Надо чуть-чуть больше сделать, чтобы не было мизерное лицо. Так. Лицовой угол. Вот так. Хвостик. Вот он. И пошли дальше. Надо было, надо было сделать немного ей, чтобы мы дальше знали, о ком говорить. Портретного. Конечно, задержались здесь, мы, ну что делать? Так, вот здесь вот на шеечке тоже чуть-чуть темноватенького возьмем. Пошли дальше. Рученька. Сейчас, секундочку. Рученька, дошли сюда. Птичку надо будет на что-то посадить. Я думаю, что вот пальчик. Большой пальчик. Она вот так рученьку держит. Смотрите, вот так. И вот здесь птичка сидит. Предплечье немного обозначим. Ну, конечно, оно, знаете, длинный рукав. Можно и сделать чуть-чуть предплечье видно. Да, можно сделать это усиленно. Вот здесь закончим платьице. А предплечье, вот оно, смотрите. Надо будет от локотка тянуть предплечье. И вот оно. Такое оно, такое место для того, чтобы там птичка разместилась. А птичку просто давайте вот грудка. Грудка сначала, да. И вот она, допустим, сидит на указательном пальце, а большим пальцем она ее прижимает. Так. И давайте пусть птичка вниз головочку опустила. И вот она. Птичка такая. Хотим кусочек крылышка нарисуем. Типа она, знаете, хочет взлететь чуть-чуть. Давайте. Потом мелочевочку там можно будет сделать. Главное, вот мы пястье. Большой палец соединяется с предплечьем. Вот это вот круто. И вот здесь указательный, на чем птичка сидит. Так, хорошо. Пошли дальше. Давайте в эту сторону немножко. Здесь теневая рученька, но она все равно несет фонарь. Поэтому она напряжена. Давайте чуть-чуть шкребанем. Так. Здесь вот свет на платьице надо будет показать. Знаете, она же эту руку держит на весу. Вот так, знаете, напрягла все мышцы, потому что фонарь не из легких. И здесь вот складочки будут на платьице. И вот они вот сюда пойдут на грудь немножко. О, хорошо. Видите, как развернуто красиво. Вот что значит правильный рисунок с натуры. Такой воротничок нарядный. Покажем, что она же была только что. И обязательно давайте пуговички сделаем. Типа приличная девочка вдруг стала непослушкой. Так. Вот держит фонарь. Давайте. Предплечье, пястье и сразу же указательность. Давайте. Вот зацепка идет вот такая. Как мы всегда с вами говорим, плоскогубцы, да? За что хватается? Да, вот. Указательный большой. Но там остальные пальчики можно и не рисовать. Вот. И повесить. Вот он. Да, наш фонарь. Увесим его на какую-то такую цепочку. И вот, смотрите, дадим сразу, да? Что вот эти перекрещивающиеся. И там немножко огонек висит. Фонарю не надо сильно большое давать. Внимание. Так. Дальше. Там же у нас какой-то дом идет, да? Там какие-то крыши хорошие, да? Какой-то старинный дом. С какой-то дверью красивой. Намекнем на дворцовый экстерьер. Немекнем. Так. Потом сделаем ему там хорошее освещение этому дому. Дальше пошли. Вот пошло тельце. Смотрите. Пошло тельце сюда. Да. Она вот так вот прям в беге изогнулась. И нам очень важно делать вот. Давайте. Вот где идет слом формы. Это ее таз идет. Но сначала надо хоть чуть-чуть шкребануть. Движение ее. И вот это очень важно, да? Поясок. Может быть мы и сделаем поясок какого-то другого цвета. Допустим, марсик. И оттуда уже после пояска мы пойдем делать юбку. Но сначала давайте ножки. Вот смотрите. Ножка вот эта бежит. Давайте этот цилиндр бедра. Давайте вот она бежит, бежит. Там потом оконца эти все сделаем. Там проследим. Или Волочку попросим. Он нам сделает хороший дом. В котором жила эта девочка. До того, что она начала убегать из дома. С птичкой. В темноту. Хочется немножко вот здесь сделать такого синего просвета. Между фонарем и домом. Такого не сильно яркого, но все-таки ох. Там тучки какие-то идут. И давайте ножки. Ножки будем заканчивать. Коленочка. И икра. Нам икра нужна очень сильно. Вот она. Может быть, в таких вот шерстяных чулочках. Вот она. Коленочка. Икра. И ботинок. Ботинок надо сделать прям тяжелым и хорошим. Пяточка у ботинка. Такой, как небольшой каблучок. И вот носок ботинка. И подошва. Тяжелый ботинок делаем. Вот он. Так. Носочек ботинка давайте. Обязательно сделайте. Может, еще один шерстяной носок ей, да? Потому что колготки колготками. Но ботинки тяжелые. Они тоже должны быть одеты на шерстяной тяжелый носочек. И быстренько вторую ножку доделываем. И уже темно заканчиваем. Заканчиваем так называемый набросок цветовой. А эту картину, конечно, мы будем писать с вами. На более большом хвосте. Но у нас уже есть с вами наметка на то, чтобы эта картина была очень нужная какой-нибудь девочке, которая повесит ее у себя дома. Ботиночек. Дайте ботиночек сделать. Вот, на нас смотрит ботиночек. Шкребнем его. Так. Можно шнурки чуть-чуть подразвязать. Есть рисунок такой. Сейчас, правда, у меня... Если Волочка мне даст. Так. И вот давайте сразу ботинки сделаем хорошо. Ладно. Пока весьма здесь. Давайте. Вот. Кисточкой. Марс. Марс. И давайте вот чулочек потемнее здесь. Мы ей сильно большую длинную юбку делать не будем. Мы ей делаем, как у девчонки такую, знаете, чуть-чуть выше колена юбочку. А для этого надо сначала укрепить теньку собственную на ножке. Вот она. И даже падающую теньку от юбочки. Да, вот так вот. И давайте мы на этой ножке тоже сделаем падающую теньку и собственную на бедре и на икре. А на икре внизу идет собственная. Только смотрите, сильно не раздувайте, она маленькая девочка, ну, молодая девушка и у нее узенькие лодыжечки, да. Никаких нету огромных каких-то ног. Подросток. Коленочку. Так, а вот наша, вот она пошла, да, на которой устойчивость идет. И тянемся, потянемся к носочку и к напряженную коленочку. Вот она. Ой, какое удовольствие писать такие маленькие работки. Так, давайте. Вот она, наша ботинка тяжелая. И сейчас я вам покажу, откуда же мы взяли эту тему. Давайте, вот она, ботиночка наша на нас смотрит. Вот она. С этой стороны. Ох, вот она. И почему мы вообще эту тему взяли, да, потому что помним детство свое, как мы убегали. Марс, белелка. Так, а вот еще одна, да. Ножка заканчивается. Это давайте ботиночек. Вот он пойдет. Не забывайте, что пяточка – это шар. Пяточка – это шар. И потом пошел вот такой вот. Полностью не надо этот ботинок вырисовывать. Намек. И, конечно же, надо будет чуть-чуть и деревец, да, каких-то кустиков. Может быть, где-то снежную бабу. Давайте где-то снежную бабу построим. Вот здесь, что ли. Она, типа, строила-строила снежную бабу. Вон она. Снежная баба – всегда падающая тень. Очень хорошая идет. Вон она. Судим на снегу такие, да. Да. Такую надо сделать уютную и уютную снежную бабу. Снежные бабы – это всегда очень хорошие воспоминания детства. Обычно же что? Девочка сама не могла большой скатать, да, шар. Поэтому папа помогал обязательно. И давайте сразу от нее падающую. Вот она. И можно и вот отсюда чуть-чуть дать падающую. Типа убегает. Хорошо. Что-то темно улетает. Да, темно. И быстро показываю вам, если его вам не даст альбом, вот тут вот. Показываю вам, откуда пошла эта тема. В общем, дай мне вот альбом лежит черный. Вот альбом черный лежит, дай мне на минутку. Я сейчас покажу, откуда тема пошла. И посмотрите, какой хорошенький, да, получился. Ну, здесь можно тоже какие-то растенец, да. Вон альбом черный лежит. Глубже, глубже. Да, да, да. Я хочу показать… Не-не-не, сейчас я показываю, и все, и мы на сегодня заканчиваем. Смотрите, сейчас, две секунды. Вот же наш набросочек этой девочки, которая убежала. Сейчас, две секунды. Вот она. Смотрите. Научи меня быть свободной. Вот. Смотрите. Эх. Девочка, нарисованная по воображению, да, вот типа Алиса в стране чудес. Вот она держит распахнутую клетку. Вот птичка у нее сидит, и она ей говорит, научи меня быть свободной. А сама выскочила на улицу в ботинках расшнурованных, да, убегает. И клетку, разломала клетку, типа ассоциация со своим домом, что хочет убежать из своего дома, потому что не хочет, чтобы ее получали. Девочка, buffet. Девочка, Battery. Продолжение следует...